Всем привет! Мы в Квейтинге. В этом видео покажем калейни Муги. Музыка играет Будкутя, Елочка. Муги до 4 вечера работает. Полчаса осталось. Закрылась она. Так что, что, большая. Кумпис 9,50 евро. Квас. Прилавки. Цены космические. Рыба копченая. Карчес вроде 17,50 евро. А это ребята отреставрировали эту площадь дорогу. И здесь мы в прошлом году показывали. Тут такие как ямы были. Ну ямы разрыто. И там старая плитка была. Не плитка, а из камней выложенная дорога. Сейчас сделали велосипедную дорожку такую двухстороннюю. Посмотрите, ребята. В общем, привели в порядок площадь. Наконец-то. Смотрите, у них автобусы красного цвета. Сколько людей ждало на остановке. Это вот обычный будний день. Пол четвертого дня. Вот столько вот у них тут машин в центре. Вот так вот. Смотрите. 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 Наконец-то запишет. Оеще? БолееMAN Когда подказали автобусы. Ну ты можем посмотри. У меня есть в башню. Святое ресурсия. Ннашу. Эй, пауэль ся. Кольщики. Сыны по 5 евро. Смотрите, как дети красиво на стекле нарисовали. 3D город. Елку мы показывали, как она ночью выглядит с дрона. Показали вечером. Телефон остался, ребята. У нас таких клапидей уже давно нет. Не работает. По карточке было. В начале 2000-х годов, в конце 90-х была такая система. Хотя у всех мобильники были. Не помню. У меня мобильник вроде в 1996 году уже был. Французский. С эйджем. Французский. Ну и пройду сейчас по какой-нибудь улочке, которую я раньше не показывал. Допустим, по этой. Впереди магазин Айби продуктовый. Мобильник такой. Смотрите, с Новым годом написано. О! Комиссариат. Критинский. Сам городок Критинга, он в основном центр. И состоит из вот таких вот старинных зданий. Одноэтажных, двухэтажных. Красиво. Красиво. Краффити. Бар. Сделали. Адуманная реновация. Четырехэтажки. Крущевки. На самой Муге. Там. Мы подъехали к закрытию. У них видно торговля. Плохо идет. Они очень как-то недружелюбно смотрели такие. Не особо-то и снимал их. Чтобы им настроение не портить. Вот смотрите какой дом прикольный. Наверное 19 века. Скорее всего никто не живет. Потому что вон окно даже выбито. Вон как соседствуют хрущевки. Реновированные с домами периода 19 века. Может даже 18 века. Это не центр. Я площадь где находится Муге. Просто обхожу кругом. Вот пишут что в этом здании непосредственно в 1945-1947 годах содержались люди как в тюрьме. Борцы за независимость Литвы. То есть это уже после войны их. Тут содержали борцов за независимость Литвы. не только содержали, но еще и пытали. Вот так написано. Тут уже дом прикольный. на пожарную станцию походят. Задание. Ну не пишут. Я потом посмотрю что это за тайнеры. Дальше. Реновированные идут. Контейнеры такие подземные. Уже бомжам не очень-то работы много. Там такие большие мешки идут под землю. Уже они мусор не достанут. Раньше были любители с фонариками по ночам. Контейнеры проверять. Вон домик старинный тоже. Скорее всего 19 век. Покладки вижу, кирпича. Пишут что сейчас от Илье. Слышим поезд едет. Вот так выглядят контейнеры. Для пластика, для бумаги, для стекла. Это здание Гройчо Империя. Это цветочный магазин. Этот костел я снимал уже два раза. Но я с этой стороны не подходил. Что интересно. Тут перемешка зданий, у которых газовое топление. И которые на дровах люди топят. Но запах горелых дров присутствует во всем городе. Очень много в городе цветочных магазинов и магазинов одежды. Даже и ношеной одежды. А площадка на центральной площади полностью забита. Люди пипикают сейчас. Негде машина поставить. Один ждет пока другой выйдет. Один ждет пока другой выйдет. С Ильиной тоже. Мы куда-нибудь приезжаем в какую-нибудь деревню. И люди видят и здороваются. Это библиотека. Ильина. У Дверицитута. Библиотека. Левина. Ребята, зацените, рыжик, 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 рыжий кот, наверное, полевок ловит мышей, видно я вообще. А вот убежал. Книга-нож, памятник, книга-нож, и книга-нож изображен на фундаменте, на этом. Памятник еврею Берику, Йоселявичу, пишут, что воевал с Наполеоном, вот так вот внезапно. Круто, там елку замахнули. А вот, друзья, культурный центр городка, третинга. Нет, нет. Ну, это же гимназия. Там вдалеке уже дворец Крафа. Обхожу костел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С башни этого костела. Виден Баланский костел. Ясная погода, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда в прошлом году снимали, это вот все это реставрировалось, этого не было ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инфо-центр тоже мы никогда не видели, чтобы он был открыт. То карантин, то еще что. Кстати, эту плитку тоже в прошлом году положили. В общем, если в этом году положили, в прошлом году не было. Вот, пожалуйста, можете взять карту. К рейтинге со всеми достопримечательностями. Здесь вы можете посмотреть маршруты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, туалет я есть. Я не любитель туалет снимать. Есть кого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подзарядка вон, ребята, для машин, электромашин. Кстати, тут в каждом фильме все это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Установило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это детский сад делал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это старосты сделали крейтинги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, друзья, то новая встречка. Если вам понравилось, поставьте его. Поддержите канал. Пока гулял. Лина Курску мне купила. КОНВЕРС. 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 В одном видео двух привидений засняли. КОНВЕРС. 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 Привидение креста и звезда падает, но это на старую мельницу, похожую водяную. Вон, привидение какое-то с моторчиком. Друзья, в общем, такой прикол, мы в Критингале не ту елочку сняли, там была елка от Барат Пудра, а сейчас покажу настоящую. Герб городка Критингаля, но могу сказать, что в тот день, когда мы были, эта елка не была украшена. Тут я показывал в прошлом году, кто видел, такая инсталляция скворечников. Это вот как сам Пожар считается, городка Критингаля. Там, кстати, вот иногда приезжают машины, вот здесь такая вот площадка, и продают что-нибудь. Допустим, одежду там или на вещи. На таких часто микроавтобусах приезжают, там бывают у них товары со Швеции, с Норвегии, там какая-нибудь аппаратура, техника. И вот одна елка и вторая. Еще я почему сюда подойду, мы вот эти сопли горящие не снимали, потому что их не включали. Да, и мы снимали таким вечером, елка не очень-то была видна, ее гирлянды. Снова эти вот снеговики, дровяные кукудры, вообще ночью красота. Ну и костел, ребята, костел, красавец. Со всех районов сюда приезжают, в этот костел. До новых встреч, ребята!